Первый киоск, да? Прямо сразу на остановке. Сразу идет нарушение торговли. Торговли пухчевыми, торговли овощами. Такого быть не должно быть. Сами видим, товарищ продавец у нас спрятался. В прятки с общественным советом микрорайона продавцы играют не первый раз. Киоски на пересечении улиц Антона Вовсеенко и Ивана Булкина заполонили весь тротуар. Место наторгованное. Когда-то здесь стояли специальные ряды для пенсионеров, продающих продукты с дачи. Но затем торговые ряды перенесли на рынок неподалеку. Что не помешало и пенсионерам, и прочим торговцам снова обосноваться здесь. Можно вообще город превратить в восточный базар и на каждой остановке сделать ряды. Зачем? Когда рядом стоит рынок. Вот зачем? Зачем лишний мусор на улицах нашего города? Покупателей нарушение правил на торговых точках мало смущает. Уж очень удобно, что продукты можно купить буквально в двух шагах от дома. Я сертификат не спрашивала и разрешение на место я тоже не спрашивала. Вас не смущает, что вот эти киоски уже заставили просто все тротуары? Ну, я думала, они официально. Автомобили, они вот эти, все эти товары употребляют. Мы мыть с мылом. Мыть с мылом – это бесполезно. Это все равно, что мыть с мылом, а все равно оно впитывает. С проверками управляющие микрорайонов выходят каждую неделю. Перед этим собирают информацию о торговых точках, работают с обращениями жителей. Киоск на остановке на особым счету. Жители домов с улиц Антонова-Овсеенко, Ивана Булкина и Авроры жалуются, что здесь продают алкоголь в любое время суток. 24 часа у нас здесь постоянно какие-то личности обитают. Постоянно, значит, во дворах пьют. Неспокоят жители. У нас очень много обращений вот с этих вот домов по поводу того, что здесь постоянно торгуют. Информацию о нелегальных торговцах уже направили в полицию, администрацию района и департамент потребительского рынка. Нарушители получают штрафы до 5000 рублей. Незаконные же павильоны попадают в специальный список. По решению суда их демонтируют и увезут. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. Продолжение следует...